Всем огромнейший привет! Решила записать видео о хваленой серии Биотерм, о том, чем же она хороша, какие вообще стоят средства покупать, есть ли смысл в адвент-календарях. Итак, разбираемся обо всем подробно, честно. Мой обзор не проплаченный. Данный адвент-календарь я получила на службу своей красоты еще летом. Магазин закрывался, и поэтому он продавался с 80% скидкой. Да, такое тоже бывает. Назывался этот календарь «Сокровище моря». Что-то такое красивое, ярко-березового цвета. Ну, это был, получается, 22-й год. В 22-м году в декабре продавали тоже подобный адвент-календарь, причем были такие же средства, просто упаковка уже была видоизменена. Начну рассказывать свои впечатления с кремом. Они достаточно разные, в большом количестве. И, конечно, немножко расскажу о своей коже. У меня кожа возрастная, мне 40 лет, и нужно понимать, что кожа нуждается и в увлажнении, и в питании. Есть уже и мимические морщины, есть и расширенные поры, комбинированный тип. Что я могу сказать? Вот, в принципе, о качествах продукта уже можно понять о том, в какой таре его нам сюда разместили. То есть некоторые здесь кремы идут вот таких вот в пластиковых баночках, и эффект от них гораздо меньше. Те, которые идут в стекле, я думаю, что это более дорогие продукты, они размещены в стеклянную тару, и эффект от них действительно чувствуется. Да, от всех препаратов, от каждого из них эффект временный. То есть нет такого, что у вас была в гармошку сморщенная, скажем так, физиономия, и вы перестали пользоваться каким-то из этих продуктов, и лицо у вас разгладилось. Нет. Но пока вы пользуетесь, эффект, безусловно, есть. К самой слабой серии, конечно, я могу отнести, пожалуй, серию Планктон. Вот это вот серия в голубых баночках. Здесь вот и Лив Планктон Маск. Маска, при том, что маска это должен быть какой-то более сильный, интенсивный уход. Наносится как обычный крем. Она достаточно такая желеобразующая, ничего интересного нет, ничего она не подтягивает, никакого лифтинга не дает. То есть средство ни о чем. Она у меня, кстати, уже и заканчивается, как вы видите. И да, здесь продукта по 15 мл вполне достаточно, чтобы познакомиться и понять, что к чему. Также эта серия вот такая эссенция, обычная водичка, похожая на тоник. Никакого эффекта от этой эссенции я также не почувствовала, ни более осуженных пор, ни какой-то натянутости кожи, никакого сияния, ничего. Ну и средство пластики, о чем я уже говорила, да, то есть если пластики, они обычно более слабенькие. Ночное спа, приятное средство, в тюбике 20 мл, но абсолютно ничего не дало. А вот это средство, которое считается для более сильной возрастной кожи, наградило меня большим количеством подкожных прыщей. Вот Биотерм Блю Терапия Аплифт. Лифт, лифтинг мне не дало, а огромное количество прыщей дало, поэтому его я не советую, несмотря на то, что баночка в стекле красивая, он должен быть действенный сильно, может быть просто моей коже рановато каким средством пользоваться, не знаю. Может просто не подошло. Также из этой красной серии у меня вот такой вот тюбичек розовый крем для всех типов кожи, я его еще не пробовала, но я думаю, что это универсальный крем, раз для всех типов кожи, и особо на него ставки большие не делаю. Вот такой вот Биотерм Аквасорс, хороший крем, и я поняла, что вот серия Биотерм Аквасорс, это, пожалуй, единственная серия, которая мне больше всего понравилась. И вот этот голубой гиалуроновый гель мне очень понравился, хорошо макияж на нем держится, действительно увлажняет кожу, хотя могу сказать, что более доступный вариант я тоже знаю. Я о нем запишу в своем следующем видео, тоже хорошее увлажнение, тоже вот такая гельевая структура, но намного-намного дешевле. И вот такой крем, Цера Репер Барбер Крем, тоже хороший, но его надо очень-очень мало, то есть такой вот баночки хватит, тут сколько, 15 мл очень надолго, особенно если наносить шпателем аккуратненько. Этот крем голубая терапия, ну, на холодную зиму, я так понимаю, да, то есть это не вот эта серия, не надо путать вот эту серию и вот эту, это разный, это бирюзовый оттенок, а это более синий, это более вот такой зимний уход. Ну, тоже пока его особо не распробовала, не поняла. Крем под глаза очень сильно уступает сравнению с Клиник, Клиник All About Ice намного лучше и морщинки мимические забивает и в целом намного лучше эффект. Ну, пользуюсь этим, также у меня был такой в синей упаковке, я уже его закончила, вообще ничего не получила, не почувствовала. Здесь 5 мл, хватает его надолго, опять же, если наносить эти крема шпателем, если вы наносите пальцами, у вас длинные ногти, вам ему хватит на 2-3 раза. Если вы наносите вот такой вот лопаточкой шпателем, вам ему хватит надолго. Ну, теперь про тоники. Тоники Биотерм все хорошие, у меня есть в большом размере, я их советую. Ну, маленькие, это вот дорогу, я их даже поэтому не открывала, потому что не вижу смысла. Это мицеллярная водичка, ее еще не пробовала, не могу ничего сказать, потом обязательно расскажу вам. Крем для рук, могу сказать, что мне очень понравился, он не жирный и от него действительно хорошее идет увлажнение. Зимой это актуально. Гель для душа, ну, не пробовала, не считаю смысла, вообще не люблю их в адвент календарях, считаю, что гель для душа должен быть большим. Ну, у нас, что у нас остается? Вот этих вот два бессорса. Это умывалка у нас идет, а это у нас идет тоже умывалка, но более кремовая, да. А это у нас крем для тела. Эти средства я еще не пробовала, я вообще не особо люблю умывалки и, скажем так, гель для душа на твоих календарях. Ну, что есть, то есть, спасибо и за это. В целом, я могу сказать, что я не буду больше покупать адвент календарь от Биотерм. Буду ли я покупать какие-то их крема? Да, мне нравятся тоники, мне нравится Аквасорс, обычный увлажняющий вот этот крем. Аквасорс гиалуроновый гель. Вот его буду покупать в большом объеме, когда у меня будет такая возможность. На этом я сегодняшнее видео завершаю. Подписывайтесь на канал, напишите, пользуетесь ли вы фирмой Биотерм, насколько она вам нравится. И, конечно, я не советую ее покупать по полной цене.